В этом видео новости 79 недели. Пушистого всем дня, это Тая. Поехали! В прошлом патче вышло крупное контентное обновление Галилео, и теперь разработчики исправляют ошибки, связанные с ним. Да-да, не удивляйтесь! Итак, исправление Галилео. Были обнаружены ошибки, связанные с геймплеем и пользовательским интерфейсом. Вес рыболовного верстака увеличен с 1 до 20 кг. Исправлено отображение количества боеприпасов в пользовательском интерфейсе. Улучшена анимация движения рыбы. Исправлены некоторые достижения, которые работали некорректно. Исправлена ошибка, из-за которой на тушках животных отображался мех, когда этого не должно быть. Видимо, у кого-то свежевание происходило не до конца. Исправлены некоторые всплывающие подсказки пользовательского интерфейса, которые отображались не полностью. А также добавлено больше переводов для Галилео на другие языки. И переведены недостающие тексты пользовательского интерфейса. Помимо всего этого, рыбалка добавлена на аванпостах. И еще пару важных изменений, о которых почему-то не упомянули в статье. У нас появился индикатор заполненности рюкзака. А расположен он там же, где и полоса загруженности персонажа. На мой взгляд, это важное и полезное изменение, о котором точно стоило написать. Увеличено количество ячеек для рыбы в аквариумах 4 уровня. В улучшенном аквариуме их теперь 4 вместо 2, а в большом улучшенном аквариуме 12 вместо 3. Гепатия. Разработчики переходят к следующему большому контентному обновлению. Оно получило название Гепатия, в честь первой в мире женщины, ставшей одновременно философом, астрономом и математиком. Основной особенностью этого обновления станет интеграция классических миссий в открытый мир, что позволит игрокам путешествовать по постоянной карте, активируя изыскания во время сессии. Также в этом обновлении будут улучшены миссии, и будет больше взаимодействия между старателями и станцией во время нахождения на планете. Возможно, мы сможем покупать предметы в мастерской прямо с Икара, и они будут доставляться к нам в челноке. А еще будет добавлен новый мировой босс. Как и Галилео, Гепатия – это бесплатное обновление, на доработку которого уйдет несколько недель. Еженедельные патчи будут выходить, как и всегда. И в конце пару слов о DLC «Новые рубежи». Разработчики утверждают, что продвигаются семимильными шагами и надеются совсем скоро поделиться с игроками больше информации. На данный момент мы знаем, что в этом DLC будут новые биомы, существа и миссии, а также оно будет платным. И это все. Не знаю, о каких семимильных шагах говорят Rocketworks, но выпуск этого DLC и так уже затянули на полгода. Лайк, подписка и звон в колоколец, как всегда, остаются на ваше усмотрение. Это была Тая. Удачных вам миссий, старатели!